Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс и мы с вами продолжаем проходить Морроу Винт. Как вы помните в предыдущей части я закончил на том, что я обшуманал вот этот вот форт и нашел там довольно дорогую мантию для магов. Я сейчас скинул весь мусор и в том числе эту мантию торговцу, за которую мне кстати дал там все в целом, у меня получилось 200 с лишним монет. Это неплохо я считаю. Здесь я вижу еще есть какая-то одинокая башенка и мне прям хочется в нее заглянуть. Давайте посмотрим что внутри есть. Сохранюсь на всякий случай. А вот здесь нужен тот ключ, который лежал там на столе, можно его как-то украсть. Ну для этого мне надо повышать навык ловкость. Как у меня ловкость будет достаточно повышена, я займусь воровством. Я из-за гильдию воров все пройду, ну и буду воровать подобные вещи и заходить в них. Надо будет потом с этим разобраться. Пока что я тогда соваться не буду на это воровство, потому что я штрафов и так за всю игру заплатил уже столько, что мне бы хватило полностью одеться наверное. Ну вы видели, каждому второму стражнику на лапы приходится давать, чтобы меня не повязали. Хотя интересно, вот если повяжут, надо будет глянуть как это в тюрьме. Сколько помню, если в Скайриме ты сел в тюрьму, там надо было отмычка у тебя одна была. Ну и можно было еще охранника как-то обмануть там тоже путем иллюзии, ну то есть своих кликов, магии и так далее. То есть это интересно, там побег с тюрьмы такой спровоцировать, сделать. А здесь как тюрьма реализована, я не знаю. Такс, где вода? Вон вода мне нужна. Смотрите там, этот летает. Не знаю, стоит ли мне вот так вот по бездорожью идти? Для атлетики наверное хорошо это, да? А с другой стороны, померить могу, что уже случалось. Я вроде такой уверенный в себе и иду, думаю, ну одного вот таком чучела убил, второй убил. А тут на меня третий нападает точно такой же. И я вообще ничего с ним сделать не могу. Не знаю, или у меня отравление тогда было, или что. Ну он меня убил просто за пару секунд. Я аж удивился. Так, во все эти пещеры я заходил уже. А в какие не заходил, я зайду только по заданию. Потому что все пещеры здесь связаны с заданиями. И нет смысла туда соваться просто так. Так, давайте сейчас как раз свой новый лук испытаем. Смотрите там стоит какая. Гадюка. Ну давайте гадюкой. Такс. Ой, я забываю, что... Достать-ка давай. Ох, 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 ох. Смотрите, как мощно-то его снесло вообще. Ну, конечно, какой-то мелкий тушканчик. Ничего в нем такого страшного не было. Ну, просто скопытался. Издалека гораздо эффективнее лук, если вспомнить, как я с крысами с помощью лука пытался сражаться. Там в Вивике, в закрытых поверхностях, территориях. Я испытывал просто жуткую боль. Меня крысы эти и отравить этим, как и даже не отравить, а заразить болезнью смогли. И вообще чуть не убили. Такс, это кто там такой стоит? А это не этот ли бандит? Опасно, опасно. Такс. Где я нахожусь? Ну, кстати, я как раз подхожу к тем фирмам. Вот здесь фирма. Вот плантация Дрена. Рядом с этой плантацией как раз Дрена. Вот там все завязано. Говорили, что там подняться на второй этаж. Вот я сейчас туда иду. Потому что зритель написал. Надо, конечно, сходить. Он хочет, чтобы я этого сделал. А почему бы и нет? Ну, вот это тут беспокоит меня, товарищи. Не знаю, сохранятся. Подождите, а у меня есть зелье восстановления сил? Ну, потому что зеленая шкала, она совсем уже маленькая. И как я понял, она на меткость тоже влияет. Здоровье, травление, болезни и здоровье. Нет. Хорошо, давайте идти. Нападет, нападет. Не нападет, хорошо. Я не буду с ним связываться. Зачем, да, на рожон лезть? Эй, ты, откуда взялась тут? Паховщина. Так, нет. Да убегаем, убегаем, убегаем. Меня все гасят. Так, топор пора взять в руки и надавать. Этим засранцем. Ага, ты готов и ты готов, да? Ну, с топором-то я гораздо серьезнее. Это вам не лук. Я с луком только на крысах отрываюсь. С серьезными врагами. Надо что-то тяжелое. То, чем я уже умею пользоваться хорошо на высшем уровне. Так. Да, все верно. Я сейчас примерно на нее смотрю. Вот прям четко на нее. Вон даже ее видно. Хорошо, что детализацию мне посоветовали сделать больше. Смотрите, как далеко теперь я вижу. Так где ты, сволочь? Он быстро умирает вообще. Теперь я прям издалека вижу нужные мне объекты. Куда мне надо идти? Допустим, раз, ты глянул. Ага, вон. Хорошо. Если бы детализацию не включил, там бы был просто туман. И ничего больше. Так, а рядом с дорогой мне сказал. Мой зритель, что находится это место, куда нужно отвезти тетку. Надо будет там сперва пройтись, а потом уже ее везти. Потому что она умирает от одного тычка. Ее даже рыба-убийца убила. Она совсем слабая. Ну, старушка, что еще, да, взять с нее? Конечно же. Хотя сперва я думал, это бой баба. Потому что она мне помогла убить скального этого наездника. Не знаю, как ей-то удалось вообще, в принципе. Упс. Кто тут машет? А, это ты опять. Бешеная личинка. Как-то я вот вдоль... А, мне надо перебираться через воду хоть когда. Вот видно прям. Мне надо плыть в любом случае. Ну, ладно, давайте плыть. Почему бы и нет? Погода хорошая. Сейчас не простынем. С топором неудобно. О, я вижу уже. Смотрите, да? Мерзкие, вонючие рыбы. Уже нападает. Ты где? Сейчас я их тут глятить буду. Давай, да. Вот о чем я говорю, что, в принципе, они умирают быстро. Ну, попасть по ним, это целая проблема. Это целое задание. А, отдыхни в воздухе. Фу, спасибо. Давай дальше драться. Да ты умрешь или нет? Во, молодец. Кстати, у меня столько зелий здоровья, а я ими вообще не пользуюсь. Да, у тебя облегчимся немножко. 36. Самое дешевое возьмем. Будем с самыми ходить. А то вдруг нападет на нас какой-нибудь сильный бандит. Мы хотя бы сбежать, может успеем. Хотя я еще ни разу в этой игре ни от кого не смог убежать. Ты бежишь, а тебя бьют, ты бежишь, тебя бьют. Ты даже шаги сделать не можешь. Я не знаю, почему так, и ускорения нет. Я по привычке жму на shift, а я замедляюсь, как вы видите. Здесь у меня бег стоит по умолчанию. А такое ощущение, как будто бы я хожу, все разглядываю еле-еле. Так. Ну вот она плантация дрэна этого, да? Ну-ка. Давайте отойдем. Чтоб видно было. Значок. Ну так. В общем, это плантация дрэна, я думаю, там. Теперь нужно искать на втором этаже, где-то лежит арбалет. Арбалет и хороший поножи. Давайте искать. Наверное, он там, да, в каком-нибудь здании. Такие здания, потому что хорошие, дорогие, богатые. И есть второй этаж. Во, у меня навык повысился. Это замечательно. Сейчас я прокачаю ловкость. Итак, мы продолжаем. У меня, как обычно, игра вылетела ни с того, ни с сего. Я подошел к этому суровому эльфу. И у меня крашнулась игра. Сохранение у меня было на ближайшей дороге, где там. Мне вновь пришлось переплыть через речку. Рыб я как-то обошел. Не знаю, каким образом. Но они на меня не напали. Одна напала, но она даже не успела меня ни разу укусить. И навык, который я получил до вылета, он мне сейчас еще не появился. То есть, не дали мне там. Не написалось, типа, поспите, обдумайте все и так далее. У меня этого не было. И то есть, с этим крашем у меня потерялось. Но думаю, как только у меня что-то повысится, либо атлетика, либо еще что-то. Тогда обязательно у меня вновь появится это уведомление о том, что надо повысить навык. О, хитиновый топор, стальная дубина. Не, это все фигня. У меня топор гораздо лучше сейчас. Так, стоит. Ты не будешь видеть? Не видит? Ага. Вот и пришло время для воровства, да? Ключ от поместья Дрена. Ух ты. Перо. Желтая книга. А сколько она стоит? 20 монет. 3 килограмма. Не, ну дороговато. Письменный стол. Не открывается. Я какой-то ключ спер. Это уже хорошо я зашел. Что ты хочешь? 10 монеток держи просто. Это начало. Есть что-то еще? Ну, держи еще 10 монеток. Думаю, нам есть о чем поговорить. Ну, еще 10. Ой-ой-ой. Я нечаянно нажал оскорбительно. Убирайтесь. Талан, а на 100 монет. Нет, 10. Ага, все. Я вышел, да, из этой ямы плохого отношения. Вы не понимаете таких вещей. Нам есть о чем поговорить. Ну, я думаю, что если у нас будет задание какое-то на выполнение с ним. Вот они эти поножи. Вот про это место он и говорил. А как мне это своровать? Я думал, они здесь просто лежать будут. А мне надо украсть их. Не, возможно, есть еще в другом здании рядом. Такие же, только там никто не стоит. Потому что арбалета здесь я не вижу. Там еще должен лежать арбалет хорош. Бонитова и Кирасова, поглядите. Деидрический поножи. Они красивые вроде. Так же, как в Скайриме. Ну, это обычные шлема, так и ни о чем. Ну, ладно. Здесь пока что брать больше ничего не нужно. Потому что сразу же донесут, на меня кинется. Мне такое счастье не нужно. Во. Ну, а почему мне написали, что вам надо поспать? Ты кто? Тихо, стой. А вон, в наговом слове я постоянно парился. Нериварин. Нериварин. А я Неривериан что-то такое читал. Ну да, бывает. Хорошо, пойдемте в соседнее здание. Здесь я и так неплохо так взял вещичек. Хотя, я еще здесь не заглядывал. Ну, сталь. Понятно. Дешманская, тяжелая, ненужная вещь. Ну, в тот ящик бы еще заглянуть. Так, тихо. Он не видит. А, ну, то же самое, как и там лежало. Это слишком слабовато. Потому что у меня даже мой топор обычно вроде как стальной. Но он со свойствами магическими, которые хорошо помогают. И плюс против духов ниже тяне тоже выручают. Так, если здесь выход, а это тогда что за двери? Плантация дрэна. А, это многоуровневая. Там двери я видел. Хорошо. Давайте. Какая еще нахрен слабовушка? Вы что, издеваетесь что ли? Эй, эй, эй. Перестаньте. Ну-ка. Что, нападать на меня будут что ли? Я типа попался в что-то. Смотрите, он пошел проверять что ли? Ну-ка. Что с ним стало? Ты не хочешь сюда идти? Опять ловушка. Да вы издеваетесь. То есть, постоянно надо там? Ну, ладно. Там что-то хорошее, видимо, хранят. Там надо зелень на удачу напиться, кучу и пройти. Наверное, только так. Ну, либо какой-то навык осторожность, может быть. Потому что, вроде как, самого устройства этой ловушки я не видел. Дом погрузки. Может ли здесь лук быть? Точнее, арбалет. Вряд ли. Ну, давайте заглянем. На втором этаже мне сказали. Давайте искать. О, орк. Даже в одежде в такой же, как у меня, почистил. Здорово. Ничего хорошего с ним нельзя говорить. Такие все типичные темы. Как и у всех. Как у обычных граждан. Повсюду. Все открытое, да, прям? Все ящики повстревали уже. Упс, упс, я застрел. Выбирайся, выбирайся. Ты же только что атлетику недавно прокачала. Надо как бы хорошо прыгать. Давайте здесь пошумонаем все. Гуляем по чужим местам. Здесь круто морки, так-то поглядите. Здесь довольно суровое такое здание. И он все время в мою сторону пытается повернуться. Как бы я за тобой бдю. Ты тут особо не расслабляйся. Несмотря на то, что мы с тобой похожи. Оба зеленые. Но ты смотри. И секира всегда на готове. Хорошо, давайте последнее здание двухэтажное проверим. Если здесь нет, тогда надо будет смотреть где-то в других местах. Ну, вроде как, сказали именно в поселении в этом. Плантации Дрена. Сторожка. Вот здесь вполне возможно. Сторожки может быть даже. Очень даже. Так, почему-то сразу в подвал. А, вот лестница. Ладно. Бумага. Ты кто? Простите. Я не разговариваю с людьми, которые мне не нравятся. Ну, ноу проблем. Смотрите, да. Мы даже не можем его подкупить. Ну, ладно. Стой тогда, аутист. Мы пойдем дальше. Это выход. Нам туда не нужно. Мы еще не все здесь забрали. То, что по праву принадлежит нам. Арбалет. Это наша вещь. Только они еще не догадываются. Ух ты какая. Ну, она симпатичная. Простите. Я не разговариваю с людьми, которые мне не нравятся. Ну, пф. Пафосная зато какая. Сундук. Ты со мной так не разговаривай. Разговаривай. Леди. Так, ну, здесь нету того, что нам надо. Я не знаю, на каком втором этаже это может быть. Вот. И кто такой. Я понимаю, надо вступить в какую-то гильдию, чтобы они здесь меня за своего считали, чтобы они начали со мной разговаривать. Потому что даже после исключения из гильдии воров, они отказываются со мной вести какой-либо диалог. Они мне только предлагают искупить свою вину. И все. Арбалет, где лежит, я пока что не знаю. Не, ну, возможно, там, где же и эти же поножи. Но там ведь стоит сам этот главный. Как мне брать-то их? Я думал, там все так, что подходи и бери, как говорится. Все гораздо сложнее. Я должен это как-то выкрасть. Ну, вор из меня сейчас никудышный. Абсолютно никудышный. Посмотрите, да? Вот стоит и все. Не, если я возьму, он, конечно, сразу заметит. Там ловкость нужна прям хорошая. Знак вора нужен хотя бы. У меня знак воина. А сам я являюсь варваром, по-моему, или как-то там. По созвездию тоже какой-то, что ли, рыцарь или кто-то в этом духе. Интересно. Ой, все, 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 все. Не интересно. Они все подозрительны. Они здесь очень подозрительны. Какие-то ловушки стоят. Что-то здесь не чисто. Ладно, пошлите к тетке к нашей. Не нашли мы ни арбалета. Не, эти нашел я. Даэдрические поножи. Они лежат. Но взять их мне нельзя. Не позволяют эти негодяи. А смотрите, там какая-то вышка. Это что вообще такое, интересно? Надо почаще сохраняться. А то как-то бегать по второму разу, по одним и тем же местам. Потом это все клеить, как-то искать. Ой. Мору винт он такой. Записывать сложновато, скажу вам. Ну, ничего, мне все нравится. Вот в башне мог бы быть и арбалет. Они же в башне как бы отстреливаются. Походу, это тоже воры все. Идти на копье. И они теперь не считают меня с войсками. Потому что в прошлый раз, когда я сюда заходил, по-моему, не было такого диалога, что я не разговариваю там. Оставьте меня. По-моему, они говорили со мной. Разговаривали. О, тут походу задание намечается. Я уже вижу просто. Так, давайте прочтем. Просто дружеское предупреждение. Не пугай, не чтение. А, нет, я это все читал. Не беспокойся, они совершенно безопасны. Он, в общем, нам рассказывает про нечи. И про самку нечи мы тоже читали. Самцы нечи, они ядовитые. А самки, они хорошие. Да. Правильно? У меня фотограф висит. Ты же видишь, да? Ой, фотограф, говорю, висит. Здесь у него вставший. Очень вставший. Рабочий день. Все тяжело, конечно. Могу заговариваться. Ничего страшного, да? Думаю. О, смотрите, можем освободить. А, это именно те рабы, да? Так, хотел поговорить. Так, хотел поговорить. И заговариваюсь. Вот, вот это точно, да? Плантация арвал. Я там оставил, потому что поля к уму. Я сюда приплыл. Потом мы перебрались с ней на берег. И я сразу же здесь жип поставил где-то. Мне надо развернуться. Значит, вон там где-то. Думаю, до захода солнца мы успеем все это сделать. Отведем, наконец, эту бабушку. Женщину. Чтоб она уж не стояла там. Сколько же она там торчит-то? Такс. Это рабы здесь работают. Вон та, да, по-моему, ферма? Куда я сейчас показываю? Вроде там она стоит. Или вон даже. Не, вот так, по-моему. А что гадать? Ладно, давайте идти. Ну что, помню, что вот именно от вот этих вот... Не знаю, похоже на... На кратеры. Точнее, не кратеры, а вулканы, да? Такие мини-вулканчики. Где-то от них, если плыть... Я не достаю, что ли? А, у меня сила закончилась, да? Точнее, я поэтому мажу. Так, надо, чтобы восстановилась маленько. Кстати, вот эта-то сильная была фигня вроде. Она меня смогла, помню, убить. По-моему, она. Так, я немножко остановился. А, нет, не она. Что-то другое, значит. Что помню точно какая-то гадость, которую я посчитал слабым противником. Смогла меня убить, и я сразу же поменял свое мнение о ней. А, вон он, домик этот. Да, точно, вот это точно вон стоит. И она там же у меня где-то. Я, по-моему, даже отсюда вижу, вон там вот. Если вы видите, я курсору куда показываю? Там стоит и фермер, и она. Она меня дожидается сейчас. Где-то рядом, там же рядом с дорогой, вроде мне сказали, находится это место. Говорит, да иди до дороги всего лишь-то, и все, отведи ей, бедную старушку. Рыба, ты где? Иди сюда. Я не представляю, как под водой луком дерутся. Вообще, это возможно ли? Не, вы представляете, как стрелами под водой? Это довольно сложно, наверное, сделать. Хотя здесь все как бы и так довольно странно. То, что я даже вот так вот топором машу с обычной скоростью, как и на поверхности, это тоже уже странновато. Во, теперь мне надо доходить, да, говорят? Потому что, как вы знаете, под водой все гораздо замедленнее. Махните рукой под водой, и вы почувствуете, да, как она медленнее, гораздо плавнее будет идти, нежели я сделаю это где-то на поверхности. А тут, тем более, топором как бы вошмя, его может течение смывать, вот дуть, вот, точнее не дуть, а ударять вода в боковину. Ну, его может как-то относить даже вправо, влево, там носить, вообще как бы менять его траекторию. Так что, на то, что здесь можно из лука стрелять под водой, можно смело закрывать глаза. Вот она стоит, да, ждет. Привет, столетние виделись. Говорят, где-то здесь недалеко. Давайте посмотрим. Заночевать у тебя можно, интересно, фермер ты? А где он, фермер? Он уже, наверное, к себе ушел. Ну да. На чужих кроватях лучше не спать, а туда несут. Давай же, скажи что-нибудь, или иди дальше. А по сплетним что? Ничего такого, нового. Хорошо, давайте ягодки сорвем. Рис. Это интересно. Коммуника вроде какая-то. По-моему, эти гадости меня и убили. Бежим. Бежим. В панике. Интересно, они сюда зайдут? Нет, да? Жаль. Мне просто силу надо восстановить, потому забежал. Интересно, какой-нибудь ингредиент я могу так скушать? Восстановить себе что-нибудь. Ну, допустим, вереск. Давайте пробовать. Какие свойства у них? Ну, у вас не действует. Здесь свойства как-то по-другому, да, открываются, наверное. Может, через ту же ступку или еще как-то. Допустим, как мне смешать нужные, где одинаковые свойства растения? Как их узнаю? Где-то я тварь. Если я буду помирать, я всегда смогу зайти на ферму и спрятаться. Все обошлось. Не знаю, она меня убила, не она. Давно это было? Ну, какая-то такая вот подобная гадость, точно. Так сейчас очень темно будет, я не знаю. Мне нужно... Я думаю, он не против, если я у него просто пересижу в этом домике. Чтоб ни на улице, ни на морозе. Просто сейчас сядем, да, где-нибудь в уголку спать, конечно. Мы не будем на его кровати. Я ему, думаю, не помешаю. И дождемся с вами утра. Восемь часов пересидим. Все. Ох, какая темень. Куда мне ее везти? Вот там, прямо рядом с дорогой, где ты ее оставил. Там где-то недалеко и находится это место священное. Надо было еще раз перечитать комментарии этот, перед тем, как начинать игру. Так-то я уже как-то забыл, на самом деле. Где там именно сказали. Смотрите, сколько здоровья снимает. Если бы их было двое, они бы меня убили. Наверное, в прошлый раз именно так и случилось. По-одиночке я с ними справляюсь. Откуда два раза бьют, это все. Это сразу смерть. Выносливость, 17 красность. Поглядите. Восстановление выносливости мне надо. Восстановление силы. Также мне написали про нежить, которая вообще силу как бы сшибает. И я могу остаться так, что я даже сдвинуться не смогу с места. Это очень прикольно. Надо такие зелья найти. Либо самому сварить. Ну, варить я буду пробовать, конечно, варганить. Надо, да, начать заниматься этим делом. На всякий случай. Что за звуки? Слышите, да? Что тут? Что нападает? А, это ты? Что? Не, ну это я вижу личинку. А вот здесь что-то было? Какой-то светилось. Без тебя. А, не, ничего показалось. Здесь какое-то свечение, как будто бы было. Может быть, это мое богатое воображение. Гробница Сарана. Не, мы были. Когда здесь темно, здесь вообще ничего. Все и меняется. Сколько? 4 утра. Давайте до 5 хотя бы здесь поставим. О, я просто отдохнул прям на дороге, что ли? Интересно. Ну, хорошо, давайте прокачаемся тогда по такому поводу. Вам все дается намного легче. Скорее, на подсознательном уровне результаты становятся гораздо лучше, как будто бы у вас обострились все чувства и инстинкты. Ну, конечно же, мы качаем ловкость, скорость и выносливость. А, подожди, силу говорили, она тоже влияет на ваше начальное здоровье, на возможность переноски тяжести, вашу выносливость, и на то, насколько сильно рукопашное количество здоровья, все прирастающее при повышении уровня и вашу выносливость. Поворачиваться. Так, метко поражать цели на вашу выносливость. Все на выносливость влияет. Поэтому, смысл мне тогда выносливость повышать, если она у меня уже и так 66. Сила 58. Давайте, наверное, силу. А что написано? x3 умножено на 3, здесь на 2. А, это мои базовые навыки, которые у меня определены по моим классам всем. Мне как бы за них дается больше. Ну да, я урки, должен быть сильным. Действительно, на 3 аж повышает. И я выносливый. И сопер был какой-нибудь эльф и выбрал вора. У меня бы наверняка здесь стояла, да? Плюс x3 умноженное на 9, где ловкость. Все ясно. Может выносливость тогда бы немножко еще повысить вместо ловкости? Влияет на количество здоровья, прирастающее при повышении уровня. А, то есть, понял? Ну, чем выше у меня выносливостью. И с каждым новым уровнем у меня все больше и больше здоровья. В зависимости от моей выносливости. Не, ловкость лучше. Мне меткость нужна. Потому что, ну, реально, и воровство нужно. Потому что у меня столько на воровстве повязано, если вспомнить, да? Так, ну, хорошо, немножко посветлело. Можно дальше продвигаться. Найду ли я эту тетку сегодня? Вот в чем вопрос. Точнее, не тетку, а даже. А место это? Это еще кто стоит? Привет. А, это та самая, да? Нет, это какой-то Тур. Ты кто? Здравствуйте. Нельзя ли попросить вас о помощи? Мой друг потерялся, и я очень беспокоюсь за него. Какой друг? Да, мы с моим другом, Эдрасом, Орилом, путешествовали в Вивик. И он услышал странное животное неподалеку. Он натуралист-любитель. И он решил выяснить, что это за животное. Это было час назад. Я боюсь, с ним случилось что-то ужасное. Если бы вы могли найти его и привезти его сюда, я отблагодарю вас. Вы поможете мне? Натуралиста будем искать. Ну, хорошо, постараемся. Спасибо, о, спасибо. Я правда боюсь за его жизнь. Это почему ты ко мне спиной стоишь? Мы с тобой разговариваем, это невежливо. Хорошо, старичок. Смотрите, мы еще одно задание так ненароком-то схватили. Друг, а не тут ли это? Там стоял какой-то... Не, он не похож, наверное, на друга. Там, помните, я его к этой стороне обошел. Думаю, лучше не подходить, потому что на бандита он слишком очень сильно был похож. При том, что на некуда бандит нападал на дороге, он оказался очень сильным. Я с ним не справился. Я подумал, что это может быть он. Так, если друг натуралист увидел животное в кустах, то, возможно, это может быть где-то... Он же смотрел в ту сторону, да? Возможно, сюда друг ушел. И не вернулся. Нет, здесь ферма. Так, странно. Похоже, да действительно, это он тот, который там стоял. Там же рядом на меня напал зверь. Там же и... Кусты кругом. Хотя тот в броне, он не похож на обычного приключенца, как вот этот в рясе в обычном, в штанах, в робе такой. А вот и животные, может, даже здесь где-то. О, смотрите, книжка. Книжка, книжка, как мне к тебе подойти? Тихо. Давайте запрыгнем. Что это за книга, брачные игры, Кагути? Ух ты. Ну, вас точно может увидите. Так, ну, в принципе, ничего такого. 50 стоит. Ух ты. А сколько весит? 3 килограмма. Давайте возьмем. Это мы продадим. Дело. Может быть, это он выронил эту книгу? Такой след, как бы, да? Так, ну, стоит ли мне в такую гору залезать, в такую даль? Не, наверное, вот здесь точно не может быть. Шею бы себе не свернуть. Ужасные места. Так. Где? У меня, смотрите, у меня здесь столько дел, вот в этом месте. Я, во-первых, не нашел арбалет, который лежал на втором этаже, в поселении, как он там, не поселение даже, а плантации Дрена. А я не нашел священное место, которое тоже здесь где-то находится. Теперь у меня еще есть какое-то задание, чтобы найти какого-то друга, который здесь потерялся. Столько всего в одном месте. Такое бывает. При том, что ни то, ни второе, ни третье, ни десятое я найти не могу. Где-то все может находиться. Не, ну, если постоянно бродить, бродить, ходить, я, конечно, это все увижу, но... Это же столько времени займет. Это просто уйму времени займет. Хоть бы какие-нибудь прохожие мне попадались, вот шли бы, шел бы, как он караван, я бы у них спросил, типа, здравствуйте. Не подскажете ли вы, не видели ли вы какого-то там забудшего, потерявшегося мужика, который где-нибудь бродит один? Они мне сказали, ага, да, нам попадался такой чудак, он там просил у нас меда выпить и бухонку хлеба, так как дороги найти не можно. Нужно в таком роде. А, он находится там-то, там-то, такая подсказочка. И он такие, ага, значит, нужно следовать в таком направлении. Мне никто даже подсказать не может, кроме вас, уважаемые подписчики, вы можете мне подсказать, да, подписчики, зрители канала. Только на вас упавая. Хотя, вот сказали мне, да, что там на втором этаже лежит. А где? Я и в первом здании был на втором этаже, и во втором здании на втором этаже. Не там, не там, нету. Не, ну может быть он в какой-то бочке лежал? Или в ящике, скорее всего, даже. Но. Надо ли мне это? Ящики все там обшаривать. В каждый ящик залазить. Не, ну вновь я здесь буду сейчас долго бродить. Я думаю, я сейчас пришел как раз к этому месту. Я сейчас думаю тоже лучше самый оптимальный вариант спросить вас, где, мол, может находиться священное место. Потому что я действительно уже замучился его искать. У меня просто нет представления, где оно может быть. Рядом с дорогой, там где ты оставил женщину. По дороге я пробежался, нигде нет. Вокруг дороги тоже пробежался. На меня напали только какие-то мерзкие существа. И книжку нашел. И все. Где, может быть, представления не имею. Так что только вы сможете мне подсказать, где это. Напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы я уже наконец отвел тетку. И она бы не мучилась. Ну а также, если между делом, может знаете, где лежит арбалет. Который не надо было воровать, как эти полно же. Потому что с воровством у меня пока что все очень плохо. Заметьте, я здоровый, огромный орд. У меня все навыки на силу и на выносливость. Я не вор совершенно. И поэтому советую там что-то украсть, своровать. На той стадии развития, которая у меня сейчас. Это, ну, как бы неправильно. Потому что я буду попадаться. Это бессмысленно. Я буду только штрафы, штрафы, штрафы платить. Воровать я уже пробовал. В общем, жду от вас совета. Спасибо, что смотрели. Если нравится мое прохождение, не забывайте ставить палец вверх. Также комментировать. Подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. С вами был Дэнни Марс. Я говорю вам, до новых встреч.